Добрый день! Сегодня у нас достаточно уникальный головоломка от компании YJ. Называется она Colorful Stars. Цветная звезда. Подобного механизма я раньше не встречал, поэтому для меня она кажется какой-то свежей. Стандартная упаковочка. Открываем и видим бочкообразное какое-то изделие. И пентаграмма сверху и снизу. В коробочке есть инструкция, но к ней давайте мы вернемся чуть попозже. Что здесь интересного? Интересно то, что это не просто бочка, к которой мы привыкли. Это действительно головоломка, которой 5 сторон вращается. Если мы возьмем обычный кубик, то у него вокруг одного центра можно повращать 4 стороны. А здесь 5. И цветов здесь соответственно 5 боковых и белый-желтый на основаниях. То есть цилиндрическая головоломка, которая размером чуть больше обычного кубика. Цвета кстати не очень приятные, такие полупрозрачные или как их называют желе. Изначально из коробки цветовая схема возможно была не такая, но я ее сравнил с картинкой из инструкции и она не совпала. Но мне не понравилась ни та, ни другая, я выбрал свою и по ней собираю. По сути я уже перепробовал наверное 3 различных варианта цветовых схем и в каждой мне удалось головоломку собрать. Не уверен, что получится вообще в любой расцветке собирать эту головоломку, но в некоторых точно можно. Головоломка имеет круглые основания и 5 сторон вращения. Поэтому первое что приходит для сравнения это Megaminx. Поэтому я и выбрал цветовую схему как на Megaminx. То есть если мы возьмем белую сторону, то вокруг нее синий, красный, зеленый, фиолетовый, желтый. А здесь же белая сторона, здесь цвета неоднозначные конечно, но будем называть, что это синий, это красный, это зеленый. Вот это вместо фиолетового, а это вместо желтого. Ну или можно считать, что это белый, оранжевый, синий, красный как на трешке, зеленый тоже. А это вот дополнительный какой-то. Ну как угодно, я остановился на такой расцветке, в ней головоломка собирается и все хорошо. По сути это пятисторонний кубовит. Давайте наверное мешать. Еще раз. Расцветка белый, синий, красный, зеленый, фиолетовый, оранжевый. Это важно, поскольку здесь центры только на верхней и нижней грани фиксированные. На остальных они как бы скрыты. Поэтому ориентироваться нужно только по памяти. Ну либо собирать в какой-то рандомной расцветке, надеясь, что она соберется. Перемешиваем. Голомка форму не меняет. Вот такие вот повороты, они хоть и пытаются делаться, но они запрещены механизмом. Так не повернем. Цвета сливаются, и я бы все-таки на месте производителя выбрал какие-то другие. А так крутится неплохо, даже наверное режет какие-то углы. Допустим перемешали. Я изначально покажу способ, которым собирал сам, а потом расскажу о рекомендациях производителя. Возможно их алгоритм для установки углов будет проще, хоть он и длиннее. Для начала расставляем цвета второго слоя по своим местам. Белый возьмем снизу, и вспоминаем оранжевый, потом должен быть синий, красный, зеленый. Вот это синий. Красный здесь. Перемещаем его сюда поближе. Зеленый. Ну и вместо фиолета у нас голубой. Расставили. После чего надо собрать белую звезду, и одновременно соберется желтая. Лучи этих звезд это ребра, и они все одинаковые, поэтому в каком порядке они будут стоять, совершенно не важно. Просто надо их пять штук поставить на одну сторону. Три белых есть. Теперь нужно вот эти вот желтые заменить на белые. Чтобы не разрушить цвета на втором слое, мы будем делать движение с возвратом, как на кубойдах. Поднимаем желтый. Луч ставим на его место белый, опускаем. Цвета у нас сохраняются, здесь появляется еще один лучик. Теперь вот этот желтый поменяем на вот этот белый. Поднимем, подвернем, опустим. В итоге у нас собралась звезда снизу и звезда сверху. Осталось расставить по своим местам уголки. Мы видим на белой стороне уже три каких-то угла есть, и можно какие-то из них совместить. С элементами второго слоя. Ну, вроде как они уже стоят на месте. Оранжевый и зеленый. Соответственно, остается всего лишь три угла поставить. Ну, здесь должен быть вот этот голубоватый цвет. Ищем его сверху. И делаем модернизированный пиф-паф, как с кубойда 3х3х2. R2Q, R2U, R2U, R2. Да, можно заметить, что поменялись местами вот эти вот элементы. Но, если мы будем ставить следующий элемент в этом же слоте, они вернутся обратно. То есть, вот сюда можно будет поставить вот этот вот красно-розовый. То есть, мы в этот же слот подворачиваем вот этот оранжевый уголок. И вот этот ставим сюда тем же алгоритмом. R2U, 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 R2U. И возвращаем все на места. И видим, что первые два слоя собраны. Однако нет. Вот эти два стоят неправильно. Я бы их неправильно поставил, но неважно. Нужно их места им поменять. Чтобы это сделать, делаем тот же алгоритм. У нас уголок поднимается вверх. R2U, 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 R2U. Ну и теперь на место синего ставим красный. R2U, 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 R2U. Проверяем. Все на месте. Мы видим как раз ситуацию, когда у нас элементы второго слоя в правильном порядке стоят. То есть, порядок, который мы условились считать правильным. Оранжевый, синий, красный, зеленый, голубенький. Но нам нужно поставить всего один белый уголок на свое место. А алгоритм переворачивает вот эти вот элементы. Соответственно, чтобы они стали обратно, нужно сделать как минимум два. И вообще четное количество таких перестановок. Ну и чтобы это случилось, мы просто сначала поставим какой-то желтый сюда. Тем же способом. Но потом поставим тот, который нужен. Вот и вся сложность. Но зато алгоритм короткий. Третий слой. Я покажу чуть позже, как собирать. Здесь остается только переставить углы. Сначала остановимся на том, как рекомендуется в инструкции перемещать уголки. Как собирать нижний слой. Видим, он такая вся на китайском инструкции. И здесь на самом деле даны дельные алгоритмы. При желании разобраться даже можно. И нам рекомендуют собирать модернизированной рыбкой первый слой. И в чем же суть? Ну, допустим, у нас средний слой собран. И осталось там поставить один элемент. Мы его можем поставить в следующем алгоритме. R2U R2U R2U2' R2 И чем он хорош? Да, он гораздо длиннее, чем обычный пиф-паф пятиходовый. Но зато он оставляет в покое вот эти элементы. Что, наверное, полезно. То есть, к примеру, если у вас осталось один белый уголок, который нужно поставить вниз, можно использовать этот алгоритм. Или если вы не хотите следить за средними элементами, то можно этот алгоритм использовать всегда. Ну, а теперь перейдем к верхнему слою. Как я уже сказал, здесь ребра все одинаковые, ну, лучи звезды. Поэтому их собирать не требуется. Но вот уголки по местам нужно расставить. И тут мы опять же вспоминаем Megamix. У него тоже пять углов, пять ребер. Их перемутация нам сейчас не важна. Интересует лишь перестановка углов. И вспомним, что у нас есть алгоритм T1. Который переставляет уголки каким образом? Вот эти два вставляет на месте. Этот и этот. А эти идут против часовой стрелки. Соответственно, то же самое мы можем применить и для нашего бочкообразного кубоида. Мы видим, что вот этот синий и вот этот голубенький уголки стоят на месте. Смотрим. Вот эти три должны переставиться. Но в нашем случае это потребуется делать по часовой стрелке. То есть, либо мы алгоритм делаем два раза. Либо, как на Megamix, можно сделать U2. И увидеть, что теперь стали на свои места оранжевый и зеленый. А эти уже можно перемещать против часовой стрелки. Но суть в чем? На Megamix мы делаем стандартный T1 из кубика 3х3. Для кубоидов же есть свой вариант этого алгоритма. Выглядит он следующим образом. По сути, вот мы берем оранжевый и зеленый те углы, которые стоят на месте в таком положении. И вращаем вот эту грань, которая находится правее от правильного угла. Вот эту грань. Соответственно, делаем опять же пиф-паф. R2, U. 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 Потом вот этот уголок отводим назад. U. 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 И подворачиваем нижний слой, чтобы желтенький стал так же. То есть, это движение U' и D. И делаем почти такой же пиф-паф, но ход U меняем на U'. R2, U'. R2, U. R2. И нам остается только довернуть нижний слой. Ну, обычный кубоидный T1. И у нас головоломка собирается. Но далеко не всегда два правильно стоячих уголка находятся напротив друг друга. То есть, они должны быть через один элемент. Либо вот так, либо вот так. В данном случае два правильных уголка стоят рядом. И здесь заодно от применения T1 головоломка не соберется. Нужно применять его дважды, ну, из особенных положений. Либо использовать еще один алгоритм, который называется лямбда. Ну, соответственно, версию для кубоидов. И этот алгоритм есть, конечно, в инструкции. Важно понимать, что вот эти два стоят на своих местах, а остальные должны переставляться против часовой стрелки. То есть, вот это должно идти сюда, этот сюда, этот сюда. У нас не так. У нас по часовой стрелке хотят переставляться элементы, поэтому мы повращаем. Вот у нас красный, розовый и зеленый встали на свои места. Определяем остальные. Да, они против часовой будут переставляться. А значит алгоритм, головоломка нам соберет. Держать нужно следующим образом. Вот эти два правильных должны быть не здесь, а чуть подальше. То есть, вот здесь должен быть неправильный уголок. Вот этот правильный и вот этот правильный. То есть, не как вот и перма. Правильный и тут, и тут. А вот здесь. Сзади такой же, но второй должен быть вот здесь вот слева. И делаем алгоритм. R2U, R2D', R2U, R2U', 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 D, R2U'. И вот все собирается. На самом деле, можно этот алгоритм не запоминать, а использовать два раза T1. Но для этого нужно соблюсти некоторые условия. Во-первых, у нас должно быть положение такое, что вот два правильно стоящих угла, а остальные должны переставляться против часовой стрелки. Если это не так, то нужно опять повращать, найти два других уголка, которые стоят рядом. Красный, зеленый. Нет, это те же голубенькие и оранжевые. А вот, против часовой стрелки. И уже из этого положения делать перестановку при помощи T1. Посмотрим. У нас, если будем держать вот так вот, не как при лямде, а чтобы собранные были вот здесь. Этот перейдет сюда, этот сюда, а этот сюда. Таким образом, у нас оранжевый останется на месте, а вот этот розовый станет вот сюда на свое место. И они станут два напротив. Выполняем. R2U, 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 R2U. И у нас вот эти два стали на свои места. Берем их в исходную позицию. Один перед нами, другой сзади чуть слева. И проверяем. Мы видим, что вот эти элементы опять стоят не так. То есть, они должны перемещаться против часовой. У нас это не так, поэтому вращаем. Вот у нас синий и голубенький стали на свои места. И вот эти вот будут переставляться против часовой стрелки. И выполняем алгоритм. R2U, 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 R2U. Ну и как бы все. По идее, можно одним-то первым все это собрать. Но бывает еще одна ситуация. И выглядит она вот так. Как ни крути, только один уголок будет становиться на свое место. А остальные четыре будут стоять неправильно. Это похоже на терминатор. То есть перестановка вот этих двух и вот этих двух. То есть более одного мы никак не поставим. Либо зеленый, остальные все четыре неправильно. Либо розовый. По сути, не важно, как удержать головоломку. Перестановка одна и та же. В инструкции об этом ни слова. Но и действительно, можно в этой ситуации сделать T-Firm. Получить что-то. И дальше как-то решать. Но можно поступить проще и решить фактически за один алгоритм, который стоит из двух попроще. Который та же инструкция рекомендует на первых этапах использовать. А это именно подобие рыбки. То есть мы берем абсолютно любой стороной нашу головоломку. Главное, что желтый должен быть вверх. И делаем тот алгоритм, которым они предлагали ставить уголки на нижний слой. R2U, R2U, R2U2', R2. И у нас какой-то желтый стал вниз. А белый поднялся. И, соответственно, белый опять ставим над своим местом. И повторяем этот алгоритм. R2U, R2U, R2O2', R2. Остается довернуть и у нас все собрано. Я вывел это случайно. Но думаю, что будет полезно. Если будет время, сделаю полноценное обучающее видео. Но, в принципе, все уже рассказал и здесь. Интересная головоломка. Не очень приятные цвета. Но стоит недорого. Интересный механизм. Хоть и не такой сложный. Но что-то новое. И что-то интересное. Рекомендую и коллекционерам, да и всем. Очень неплохо. Ну, хотелось бы видеть версию в другом цвете. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.